Специалисты объяснят широко распространившиеся болезни женщин алкоголизмом, табакокурением и многочисленными абортами. 2% от общего числа алкоголиков приходится на женскую часть населения, еще 3% подвержены алкогольной зависимости. Большинство женщин, будучи уже совершеннолетними старше 20 лет, избавляются от первой беременности. А это уже общественная беда, затрагивающая вопросы демографии, планирования семьи и здоровья самой женщины. Вопрос подросткового и репродуктивного здоровья ставится в нашей стране весьма остро. В исследованиях, в которых приняли участие 1400 подростков девочек, 4% имеют семьи, 6% имеют ребенка без семьи, а для 23,5% это нежелательная беременность. Отсюда видно, как относится мужское население к женщинам, поэтому необходимо уделить внимание пропаганде в обществе моральных принципов Института семьи. В декабре прошлого года министр здравоохранения утвердил стратегию охраны здоровья новорожденных. Программа будет реализовываться до 2015 года под лозунгом «Здоровый ребенок от здоровой женщины». Она подразумевает соответствующие мероприятия во всех родильных отделениях страны. Например, Уан-Батерский роддом номер один подписал договор с французским центром микрохирургии. «Во Франции есть центр микрохирургии. В рамках сотрудничества мы уже получили от них аппарат для проведения микрохирургических операций с 50% скидкой, а его стоимость 300 миллионов евро. Сегодня мы проводим первые операции. Поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья». Кроме алкоголя, табака и абортов, на женский организм пагубно влияют загрязнение воздуха, стрессы и нездоровое питание. «По моим наблюдениям, монгольские женщины очень крепкие. Днем они работают, а вечером, возвращаясь домой, занимаются домашними делами и воспитывают детей. Все медицинские проблемы, встречающиеся в Монголии, есть во всем Тихоокеанском регионе. Они комплексные и требуют комплексного решения. Поэтому наша организация принимает в этом активное участие, в том числе и в этой стране». Характерно, что на страже здоровья нации стоят все те же хрупкие женщины. Они представляют 80% сотрудников медицинской сферы Монголии.